здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пименко сегодня у нас на кино программ дать даже можно сказать творческая программа потому что же сразу скажу и песни тоже будут звучать такой приоткроем завесу тайны потому что нас гостях николай владимирович аверюшкин советский российский актер композитор и поэт который вам безусловно хорошо известен пускай конечно же картин не так много но какой материал здравствуйте здравствуйте ну насчет того что много или нет вы знаете скажем так не очень много таких главных основных ролей но работа было много ну где это под сотню под сотню вообще сегодня такое огромное количество сериалов фильмов всего на свете да и качество я думаю что любой актер может оценить да как это примерно снимается и почему вот тогда все таки было ощущение какого-то какой-то избранности или всегда были удачи неудачи слабые работы что-то не так зашло а некоторые сценарии которые казались слабыми вдруг превращались в шедевры вы знаете это действительно так это действительно так насчет удач неудач но это по-моему нормально это всегда как картина при любой раскладе самое страшное я наверное все-таки подтвержу вашу вот первую мысль о том что то что снимается сейчас знаете давайте говорить откровенно давай раз уж мы с вами доходят я не могу это назвать что это кино это не кино это ну шоу-бизнес какой-нибудь киноброски кинобизнес вот так вот он шоу кинобизнес да вот к большому сожалению вы знаете вот когда смотришь особенно когда сериалы какие-то делают особенно как бы исторические понимаете смотришь и думаешь ну как же так вот ребята вот ну ладно я допустим там знаю там ситуацию там еще кто-то там помоложе нам а старше еще больше знают а молодежь что она не знает она думает что так и было она думает что так и было вы понимаете какая вещь вот и вот когда вот на это смотришь а мне на это говорят но это как бы это же кино это вот вымысел и как бы вымысел вы знаете художественный вымысел должен быть он это нормально это прекрасно но все-таки этот вымысел не должен категорически раха де расходиться с правдой вот я допустим так скажу такой вот сериал у нас ну я что-то смотрю иногда знаете так вот хотя вот иногда через силу а иногда с удовольствием думаешь куда же дальше фантазии постановщика и заведет заведет до сценариста и продюсеров главного его допустим такой был сериал орлова и александров но это просто это шедевр в этом плане да потому что допустим фильм веселые ребята вышел в 1934 году править броненько да дело не в этом в тридцать четвертом году и вот они показывают значит как они этот фильм и обмывают там в кремле он празднует и все такое сталин со всеми делами и понимаете и постоянно там вертится бери лавренди палыч который ну ясно что вот такой вот нехороший человек человек до который все вот всех давит я понимаю чем дело мне ну я в соцсетях со многими общаясь и молодежь тоже и вот не задают там один молодой парень вопрос от а вот как вам вот этот сериал здорово там все такое понимаете ли в чем дело беда в том что в тридцать четвертом году в кремле возле сталина бери и быть просто физически не могло он прибыл только в тридцать восьмом году когда стала разгребать дела которые наворотил товарищ так сказать ежов тридцать вон да да но в тридцать восьмом занял конкретно вот эту вот эту должность но нам показывают именно так почему я думаю ну как же надо же как-то вот что-то или знаете я понимаю что сейчас наверное говорю что то такое что моих коллег может быть как-то и покоробит но знаете но правду то надо иногда говорить допустим смотришь сериал вот давно не показали с наслаждением смотрел иван грозный ну с наслаждением просто знаете это когда показывают подземелье пыточные там все такое все белое стерильно ну просто операционная по-другому никак иван грозный понравился мне тоже лежит парень в постели ну прямо такое ощущение парень из группы сейчас он достанет под подушки там это сигару закурит и и все такое понимаете вот такие вещи они с моей ну вот я допустим недавно совсем снимался маленькая роль была ключевского профессора играл сериал такой шаляпин вот да вот да ну я вам так скажу все дело в том что я творчество и вообще жизнеописание федора ивановича ну скажем так очень изучал изучаю и просто ну нахожусь материале и когда значит там я ключевский вдруг почему-то на даче понимаете ли в каком-то другом месте находится бог с ним там нельзя где он мамонтова или все такое и когда вдруг и когда вдруг шаляпин знаете таким быловским голосом говорит дескать но скоро мы там репетировать то будем чё это там там типа там профессор там что-то говорит понимаете у меня нет претензий к актерам у меня даже нет претензий к режиссеру вот у меня есть претензии к сценаристам и есть претензии к продюсерам потому что сам шаляпин с уважением писал о том как он общался с ключевским как он горит идет горит старичок горит со мной горит рядом по лесной дорожке и рассказывает про бориса прошу из кого я горит даже пожалел как жалко что он не может горит что он не поет и не может со мной спеть сыграть шуйского было бы здорово это было бы гениально вот понимаете вот эти это кажется нюансы да но за этими нюансами большие проблемы огромнейший и вот тут давайте мы все-таки вернемся к вам также много договорил все таки ну мы и джаза это такой как бы я уж не знаю как сказать для вас такой лейбл как сейчас это про бренд но до этого ведь была довольно ну сложно и до долгая какая-то дорога вот расскажите немного почему как-то не сразу у вас сложилось со всеми театрально киношными делами ну знаете я во-первых захотелось то ну захотелось ну что захотелось вот такое тащение знаете вот ну вот я не знаю я даже не знаю с чем сравнить допустим и не знаю там вот хочешь ты например пить то вот жажда до жажды и ты вот и ищешь где-то находишь например воду и ты ее пьешь причем вода как понимаете бывает тоже разные бывает не только вода бывает и компот жидкость да это такой вот а ты вот ищешь именно вот то что вот нужно здесь практически было так я знаете до армии до армии я пытался поступить в несколько театральных училищ нигде категорически не прошел и пошел естественно в армию из армии пришел стал тоже как-то вот поступать и тоже как-то знаете не совсем удачно потом получилось так что в общем короче я увидел парк горького это значит набирает массовиков организаторов там и все такое и я значит пошел туда и там вот эти курсы и меня там они устроили даже на работу я как-то там работал и учился обучался и кто-то девочек какая-то мне там сказала горит значит есть такая в этом и все российской творческой мастерской эстрадного искусства это не сейчас делают набор вид ты хочешь поделить попробую до эстрады это все таки это как ты я туда пошел тем более тогда это было модно эстрада это как бы звучало так ну понимаете эстрада тогда как я уже понял оттуда эстрады это та эстрада это эстрада это не то что вот академическая такая эстрада рассказать кстати стоп давайте так самом хорошем смысле слова согласен верно ведь были какие концерты от нас как сейчас либо очень все говорят постоянно его постоянно поют причем говорят то суфлюру но у нас не могут объявить артиста сегодня без суфлёра понимание конференции она была с бумажкой с бумажкой конференции как таковой все его как такового того академического его понимаете ли я все-таки думаю конференции конференции это или дано или не дано знаете вот некоторые говорят учу что отчет особенного там вот он вышел а учета деревянный скал а другой вроде ничего не делал ничего не учил и он вышел и вдруг так что-то пошел говорить а ты это ты то там то да и она пошла к стендап как говорится да 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 совершенно правильно да как говорят сегодня далее посмотрел стендап и как-то мне не очень это пошло вот но дело не вы поступили я туда поступил я это там кстати знаете какое было поступление интересное не просто там тебя прослушивают а там они организовали эстрадный концерт то есть сидит руководство в зале и давай а и каждые там где там вы знаете такие сестры зайцевы может помните были такие певицы они тогда как раз этот концерт вели вот да и значит они нас всех объявляли кто там пел кто что-то еще там делал но я там вышел с гитаркой я там спел я помню из бомбараша там одну и одну песню тоже такую золотухин скую я как все время свое время немножко извините как говорят сейчас флангую косил под него латухина до капельку еще такой и кстати сказать но благодаря этому масляков леонид семёнович от народный артист руководителя в этом и и он меня и взял именно вот благодаря вот этому всему а сейчас должна прозвучать пиздец которая вот тогда можно же живоевр предварительно да все дело вот в чем все дело в том что песни то вот это она сейчас прозвучит в этом году у нас с вами со всеми 40 лет выхода на экраны фильма мы из джаза понимаете какая вещь а вы же наш люберецкий получается получается в какой-то степени вы человек который еще помнят и про 400 лет видите сколько совпадений 400 на 400 лет пригласить и я с удовольствием приду из поют а сейчас давайте мои дорогие друзья попробуем спеть вот эту самую песню про чемоданчик но я и везде пою я ее пел и в доме ученых и в тюрьме в печатниках вот сейчас вот здесь пою влюда войти это нормальное явление пробуем поехали паровоз а поезд тихо не сам не каждый а позитих на ехал бы бердите а поезд тихая а поезд и потуха по поезд -ка ехал на бердиче а по сути quizro поizado новых чемоданчик а volok на стоял у меня блога станет в это время говорит А ну-ка убери свой чемоданчик А ну-ка убери свой чемоданчик А ну-ка убери, а ну-ка убери А ну-ка убери свой чемоданчик А я ему в это время очень интеллигентно отвечаю А я не уберу свой чемоданчик А я не уберу свой чемоданчик А я не уберу, а я не уберу А я не уберу свой чемоданчик Вот такая вот песня, простая, как вся наша жизнь Он выбросил в окно мой чемоданчик Он выбросил в окно мой чемоданчик Он выбросил в окно, он выбросил в окно Он выбросил в окно мой чемоданчик Но это еще не все Сейчас будет таки самое интересное А это был не мой чемоданчик А это был не мой чемоданчик А это был не мой, а это был не мой, а это был не мой чемоданчик Вы спросите, таки чей? Отвечаю А это был жены чемоданчик, кстати А там было свидетельство о брате А там было свидетельство о брате А там было свидетельство о брате Ну, в принципе, тесня о том, что не надо с собой возить в дороге такие документы, все может быть Вот так я снова стал холостой Вот так я снова стал холостой Граждане, товарищи, может быть даже господа по ту сторону экрана Будьте всегда счастливы, пусть у вас все будет прекрасно, пусть все будет хорошо И на всякий случай судите какой-нибудь вашей любовью скромного труженика массовой культуры и для вас последний куплет. Купите мне билет на Бербиджан! Купите мне билет! Купите мне билет! Купите мне билет! Купите мне билет на Бербиджан! Всё, приехали! Конец первого отделения. У нас в гостях Николай Владимирович Аверушкин во второй части. Более подробно об «Мы из джаза» и о многом другом. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях советский и российский актёр, композитор и поэт Николай Владимирович Аверушкин. Конечно же, мы сейчас будем говорить об «Мы из джаза», но композитор и поэт – вот это как? Ещё с тех времён, когда под Золотухина пытались косить или как-то позже пришли? Вообще-то, наверное, не совсем с тех времён, чуть-чуть позже, когда я именно учился в эстрадной студии. Там нужно было этим, наверное, просто заниматься? Репертуар свой? Нет, нет, я думаю, даже было нужно. Кстати, на всякий случай, первый выпуск нашего учили, ну не училище, а студии эстрадной, в нём был Михаил Ножкин, Михаил Иванович. Как известно, это, ну, я считаю, один из ярчайших наших поэтов, сатириков. До сих пор пишет песни. Знаю, знаю, да, 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 мы с ним как-то тут на других концертах пересекались, да. Так что могу сказать одно, что очень и очень неплохо. И я вот как-то, наверное, вы знаете, ведь то с одним вот так вот поработаешь, то с другим пообщаешься, и что-то ещё, и начинаешь что-то рождаться своё, понимаете? Мы не можем не коснуться замечательного фильма, тем более, что, забегая вперёд, скажу, финал будет у нас музыкальным, это понятно, но интересно, мы к нему должны подойти. Уж не сюрприз и готовить? Да, сюрприз, да, как бы такой, из-заходя. Вот, работ, вы сказали, было много, ну, порядка, да, больше ста работ. Не больше, около. Около ста, но это серьёзно, это серьёзно. Ну, вот мы из джаза, может быть, так сложилось, что это какой-то был... Я просто помню премьеру, я всё это помню, как бы вы тогда всё... И вы понимаете, через столько времени встретиться, это для меня особая честь и удовольствие. Но как-то эта картина, с одной стороны, лёгкая, с другой стороны, ну, как скажем, поднимающая очень много таких направлений. Но это как вот из того времени, и она попала вот тютелька в тютельку. Как так получилось? И как вы туда попали? Ну, я попал туда, это я уже, наверное, вам в 101-й раз. Не вам, а вообще всем буду рассказывать. Вы по-новому расскажите. По-новому. Но здесь я расскажу, конечно, безусловно. Понимаете ли, я учился на втором курсе в музыкальном училище Октябрьской революции на мускомедии. И играл в это время в дипломном спектакле четвёртого курса. Ставил, кстати, спектакль, ну, вот это наш отрывок, ставил Бенин Боин, такой же Сан Сакч. Это Щукинское училище, он известен в Театре на Таганке, играл под псевдонимом Сабинин. Вот, кстати, человек и щука получил. Обязательно, нет, ну, это действительно щука, да, да, да. Я, кстати, отомстили. Сейчас, на всех случаях, маленький просто такой нюансик. Всё дело в том, что я об этом во всём пишу. Сейчас я практически уже заканчиваю книгу, которая будет называться «Как я стал артистом». Вот, и там как раз вот о том, как меня пригласили в фильм, как я снимался, вот практически всё. Вот это, ну, естественно, главное моя жизнь, как я чувствовал, что ощущал. И вот это вот будет. Я надеюсь, что в ближайшие очень просто месяц-два я это завершу, и уже есть, кто будет вроде издавать. Так вот. Ставили спектакль. Да, я там играл в этом спектакле, назывался он «Каждой женщине хочется быть Дульсинеей». И был конкретно, я играл в отрывке, который Володинский, Дульсине Табоцкой играл этом отца. И девочка, которая играла, такая Лена Соколова была, которая играла Альдонсу, ну, как бы главную роль, она, значит, подходит к нам потом и говорит, что вот так и так, где, так сказать, придёт мой режиссёр, ну, который её там, я не знаю, как нам попал, там на мосфельник, придёт посмотреть, там может кого-нибудь там вот возьмёт вот из нас вот здесь. Короче, я скажу так, это было 10 спектаклей у нас, ну, каждую субботу, то есть довольно долго мы играли, я никак не мог нащупать роль. А вот на последнем, вот это, где пришёл вот тот самый режиссёр, у меня вдруг всё удалось. Я был даже, честно говоря, удивлён этим, я был в полном восторге, вот. И я это всё сделал, и потом эта же девочка подходит и говорит, говорит, ты знаешь, говорит, вот режиссёр-то он уже ушёл, он не мог дальше на второе действие оставаться, он был в первом. Ага. И он тебе оставил телефон, свяжись, пожалуйста, зайди на студию. Я пришёл, естественно, туда, и сначала мне предложили роль Самсонова, это то, что потом исполнил Куравлёв, сыграл. Потом что-то раз за разом трогает ко мне вот Шах Назаров, да, а я и не знал, кто такой Шах Назаров. Ну, простите, а кто вообще знал? Никто, наверное, не знал, когда это было 82-й год. Давненько было. Да, да, да. Вот. И вдруг спрашивают у меня, слушайте, а вы умеете играть на барабанах? Понял, я понял одну вещь, если я ему сейчас скажу, что я не умею, все, тема закрыта, да. Тема закрыт, нет, ну я не уйду, наверное, но поэтому и говорю, конечно, умею. Сам думаю, сейчас я ему скажу, что умею, там дальше сразу же как-то вот так. Прокатило, да. Вы знаете, прокатило. Вот, дальше стал больше, дальше стали пробоваться, причём мне очень понравилось, там, ну мы же делали пробы, имитировали игру на инструментах Шах Назаров, сел, мне показал как-то вот так, я понял, что это неправильно совершенно. Вот, и я, да, 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 конечно, но сделал по-своему. Вот, в принципе, надо отдать должность Шах Назарову, он, как бы сказать, он не давил по-актерски, то есть, если у него, конечно, был какой-то там виднее, какой-то замысел, он об этом говорил, но так, чтобы прям вот... Делай, как я? Так, да, это ужасно, он этого не делал. И он совершенно правильно говорит о том, что от актёра зависит очень много, то есть, если ты режиссёр выбыл правильного актёра, то это будет то, что надо. Но главное сейчас, мы уже ведь, как это, подводим итог определённых. Да, я сейчас хожу, хочу вот для наших зрителей, и вам мы уже говорили о сюрпризе, правильно? Да, мы подготовлены, а вы готовьтесь. Да, подготовлены, да, да, да. У нас будет музыкальный сюрприз. Да, 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 понимаете, дело в том, что, как известно, Марк Минков, ну, всю музыку-то написал, все произведения Кролл, Анатолий Шердович, а Марк Минков, значит, он написал две песни, да, «Старый рояль» и «Спасибо, музыка». Есть такие вещи, но всё дело в том, что была написана ещё и третья песня. Триптих. Да, и мы должны были её исполнять, знаете, когда? Когда вот мы сидим вот в этой палатке, не палатке, в этой, там, как она называется, там, арочная такая, вот, короче, каменная вот эта штука, где-то там в лесу, в этом идёт дождь, там, в общем, у нас всё закончилось, ничего не получилось, и вот там мы должны были эту песню исполнять. Эта песня в фильм не вошла. Не потому, что Шехназаров такой плохой, боже, упасти, а потому, что просто она, ну, как бы сказать, динамику нарушала бы этого всего. Немножечко, да. Да, но мы с вами имеем прекрасную возможность её здесь исполнить, учитывая то, что Марк Минков, «Царствие ему небесное», он не разрешил эту песню исполнять. Да, да, да. И поэтому сейчас мы порадуем наших зрителей. Мы снова в дураках, не светит нам удача. Опять корыто наше течь даёт. А не по нам ли, друг, сегодня небо плачет, и не по нам ли дождик слёзы льёт? А может, завтра бесследно пройдёт ненависть, а может, только один поворот до счастья? А может, все неудачи пустяк, и нам с тобой остался шаг? Да, счастья только шаг, только шаг. Сидим мы на мили, побит последние годы. Игра идёт давно, а счастья нет. И вот вам результат, опять одни вопросы. И хоть бы был какой-нибудь ответ. А может, завтра бесследно пройдёт ненависть, а может, только один поворот до счастья? А может, все неудачи пустяк, и нам с тобой остался шаг? Да, счастья только шаг, только шаг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok